Встреча с Леоном Вайнштейном Минюстом США Что не все в порядке с верхним персоналом Я бы сказал У них сейчас появилось Дополнительное основание Так считать Дело в том, что целый ряд Руководителей Скажем ФБР и других Агентств, которые пришли туда В руководство времена Обамы Вели себя страннейшим образом Для людей профессиональных Перед тем, как происходили у нас Выборы 2016 года Во время всей предвыборной кампании Они должны быть абсолютно Беспристрастными И заниматься тем Чтобы выявлять врагов США И помогать правосудию С тем, чтобы нам Жилось здесь лучше Безопаснее и тому подобное Вместо этого Некоторые из них Человек, которого вы упомянули Эндрю МакКоуб Которого в знаменитой Ныне переписке Так называемых Любовников из ФБР Называли как человека В кабинете которого Происходили Тайные заседания Сопротивления Трампа Такое движение Сопротивления Похоже, что либо он Организовал Либо у него На территории его офиса Это организовано было Он уволился Некоторое время тому назад С своей должности Между прочим Первого заместителя Директора ФБР Одно время Он исполнял Обязанности Директора ФБР Формально Он еще сотрудник ФБР Но со своей должности Он уволился Так вот Вчера Отдел кадров ФБР Рекомендовал Вообще его Уволить И похоже Без выходного пособия Значит Если его выгонят До воскресенья То он Если его не выгонят До воскресенья То он Начиная с понедельника Будет получать пенсию О которой многие из нас Могли бы только мечтать А вот если его выгонят Сегодня Например Там завтра Или в воскресенье То Пенсию Эту не получит И По всяким Звонкам Данным И информации Которые приходят Сверху Минюста Очень похоже Что его выгонят Значит Что Наверное Не случалось Я не знаю Я в Америке Много лет уже живу Нет Никогда Никогда ничего подобного Не слышал Дело в том Что Как и говорил Трамп Кстати Эндрю Делал кое-какие дела Несовместные С его Профессиональными Обязовностями Например Он Давал Возможность Практически Разрешал Своим сотрудникам Передавать Секретную И очень Политически Заряженную Информацию Журналистам Ну то Что называется Слив Слив Из ФБР А кроме того Еще и Врал Следователям Которые пытались Понять Собственно Откуда Идут Утечки Минюст Минюст Еще Заключение Тоже Я не помню Такого Чтобы Кто-то Из руководства ФБР Садился В тюрьму Вот Значит Я думаю Что это очень Серьезная новость Я думаю Что это очень Серьезно Отразится На То что мы Называем Deep state То есть Номенклатура Которая Засела Обамовская И делает вид Что она работает Значит На правительство На самом деле Они так сказать Партийно Или даже Идеологически Заряжены И это должно Их серьезно Испугать Интересно На самом деле Решение должно Быть принято Сегодня До пяти часов Вечера Если нет То значит Он уходит на пенсию И получает Свои Миллион Восемьсот Тысяч Долларов В год Да Формально Да Потому что Сегодня Последний день Вот Что Ну я не знаю Да Сегодня Хотя С моей точки зрения Вот до Восьми утра В понедельник Есть еще время Но должны решить Конечно сегодня Нет Я слышал Такую версию Что именно сегодня Именно до пяти часов Вечера Потому что В воскресенье Он уже считается На пенсии Так что В понедельник Уже будет поздно Окей Значит Сейчас у нас По Вашингтону Четыре часа Двенадцать минут То есть У них есть Четыре часа Двенадцать минут Принять это решение Совершенно верно Хорошо Давайте теперь О новом назначении Нового советника По экономике Возможно Да Да Конечно Тоже интересно И на самом деле С моей точки зрения Очень положительно Значит Новости в Белом доме Это что Известный финансовый Аналитик У которого Много лет Было свое шоу На телевидении Ларри Кудлов А Приглашен Трампом Быть его Главным советником По делам Экономики Но тут же Возникает вопрос Потому что Ларри Он очень против Тарифов На сталь Алюминий Вообще Против тарифов Он выступал По этому поводу На телевидении Он написал Большую статью В которой Написал Кроме всего прочего Что те кто Производят металлы Выиграют на короткий период А те кто Используют металлы В изделиях Проиграет Много и надолго Вот я с ним В этом Совершенно согласен И высказывал Уже и на этом шоу И во всяких других местах Которых я пишу и говорю Высказывал Эту же самую мысль Она очень Совпадает Совпадает Она точно совершенно Совпадает С идеями Милтона Фридмана За которые он получил Нобиевскую премию И пока что Никто их не оспорил Значит Возможно кстати Трамп Сделал этот шаг Из политических соображений Хотя он Довольно долго Об этом говорил Еще будучи Кандидатом в президенты Вот Но если он сделал это Из политических соображений То это Неправильный был шаг И кроме того Значит он пытался Если он это делал Опять же Из политических соображений Выиграть Как бы так сказать Умы и сердца Там скажем В Филадельфии А вот только что Его протеже В этой самой Филадельфии Проиграл То есть Значит не сработало Вот Мне кажется Что очень хорошо Что Трамп приглашает К сотрудничеству Людей С различными Мнениями Но не ясно Как он будет Сотрудничать с человеком Который выступает Против одного Из главных Экономических Обещаний Трампа Значит Многократно Сделанным Во время Предвыборной Компании О защите Американских Рабочих мест С помощью Введения Тарифов И еще раз Повторюсь Потому что я об этом Уже говорил Неделю или две Назад Что Я вообще Против тарифов Это неправильно Просто мы начинаем Покупать что-то По более дорогим ценам Но я еще могу Понять тариф На изделия То есть Вот Мы не хотим По какой-то причине Там Чтобы из этой страны Нам что-то поступало Или они там Демпингуют Или мы хотим Наказать И мы на их изделия Там на машину Тойота Или там Я не знаю Там на стол Какой-нибудь Который они изготавливают Присылают сюда Повышаем тарифы Делаем тарифы В ответ на то Что они там Нам тарифы делают Но Тарифы повышать На Исходное сырье Сталь Алюминий Хотя и продукт Который надо создать Но тем не менее Он Не просто так используется Он используется в чем-то И мы должны Это что-то Потом Изготавливать Здесь Из более дорогого сырья Получается То есть Нам же хуже Потому что Мы теряем Конкурентоспособность Вот А Кудлов Кстати Я немножко отвлекся От темы Он помогал Команде президента Создать Экономическую Часть программы Сотрудничал С Мнучином Там С Навара То есть Самыми близкими Значит В этой области Людьми К президенту С другими Членами команды Но он будет Толкать президента В сторону Противоположную Тарифам То есть Протекционизму И лично Я очень доволен Что человек С такими взглядами Приходит В Белый дом Ну посмотрим Посмотрим Что будет Мне думается Что если бы Президенту Не удалось Убедить Ларри Карло А то В том Что Тарифы Это Такой инструмент С помощью которого Он намерен Пересмотреть Торговые соглашения Которые Для Америки Крайне Невыгодны Я не думаю Что Карло Согласился Принять Эту должность Ну Да Может быть Может быть Кто-то В чем-то Кого-то И убедил Может быть Вот то Что в Пенсильвании Проголосовали В абсолютном штате Который С отрывом В 20% Трамп победил А в этом штате Мы на эту тему С вами Леон Давайте мы На эту тему С вами Отдельно Поговорим Потому что Это действительно Заслуживает Внимание А сейчас Пока Попробуем Принять Звонок Здравствуйте Здравствуйте Леон Здравствуйте Сережа Я Я очень Тоже Как вы Доволен Что Лэри Кадло Становится Экономическим Советником Я Слушаю его На радио Уже много лет И он И вот Я думаю Что Лэри Кадло Очень умный Человек Он бы не согласился Брать эту работу Если бы он видел Что там Трамп хочет одно А то Во что Лэри Кадло Сам не верит И вот Когда шла Эта дискуссия По поводу Налоговой реформы Лэри Кадло Говорил Что самый главный Человек Там Это Гэри Кон Которого он Сейчас и заменяет То есть Там будет Преемственность То есть На мой взгляд Это идеальный выбор Который Трамп Мог сделать Если Трамп Хочет сделать Еще один подарок Он должен назначить Болтона На место Макместерса И я буду Еще больше доволен Все Я хотел поделиться До свидания Спасибо 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 То есть Ну абсолютно верно Действительно Лэри Кадло Против Против тарифов Вы рассказали Почему И в этом Есть безусловно Резон Но Трамп Как мы все Говорим И понимаем И видим Он необычный Президент Не традиционный Неудобный И вот Как мне кажется Я об этом говорил В самом начале Как только он Объявил о том Что будут повышать Тарифы на металлы Я думаю Что это был Такой тактический ход Это такая Поддержка Что ли В переговорах То есть Когда идешь на переговоры У тебя должна быть Какая-то козырная карта Ты в чем-то должен Преобладать Иначе Ты не сможешь Убедить человека Который придерживается Противоположной точки зрения У него свои интересы У тебя свои интересы У тебя должен быть Какой-то рычаг Которым ты можешь надавить И вот таким рычагом В переговорах С Мексикой И с Канадой Явилось Вот это выступление Вот это предложение По поводу повышения тарифов Ну как впрочем И с остальными партнерами И я думаю Что за этим кроется Именно это Не желание поднять тарифы Как таковое А просто использовать Этот момент В качестве инструмента Для переговоров Ну мы можем Мы можем Так сказать Думать, догадываться Строить какие-то Свои там Догадки Как угодно Пока что Я много Много раз Уже слушал Людей Которые пытались По телевизору Там по радио В статье Убедить Меня Так сказать И таких как я В том что Это есть хорошо Вот пока что На сегодняшний момент Все это прочитав И прослушав Я в этом Не убедился Скажем так Окей Замечательно А теперь что касается Выборов В Пенсильвании Ну могли бы вы Какие-то моменты Осветить Вот почему так Произошло Что послужило Причиной Тому что Республиканец Проиграл Кстати там Я не знаю Насколько это верно Но уходит какая-то Информация о том Что там Сто тысяч голосов Вбросили Нелегалы Не знаю Это спекуляции Если это будет доказано Это одно дело А пока это не более чем Спекуляции Но тем не менее Да я понял Насчет 100 тысяч голосов Это немножко Как бы смешивание Двух совершенно разных вещей Дело в том Что в Пенсильвании В Вирджинии И в Нью-Джерси Работает некая организация Организация Нон-профит организация Неприбыльная Которая пытается Отслеживать Что же происходит С голосованием Вот они утверждают Что около 100 тысяч человек В 2016 году В Пенсильвании Проголосовало Так сказать Без права голосования То есть Каким-то образом Там Разными самыми Способами Кто-то голосовал Несколько раз Кто-то голосовал Без права Кто-то В общем Они посчитали Что у них получилось Порядка 100 тысяч Они в течение года Требовали От штата Пенсильвания И всех И двух других штатов Представить им информацию Те Так сказать Всяческим образом Отбрехивались Не давали Представляли только часть Там что-то вычеркивали И тому подобное И поэтому Где-то неделю Там две тому назад Эта организация Ну никак не могу Сейчас вспомнить название Подала в суд На штат Пенсильвания И вот Сделала заявление Что Так сказать Они уверены в том Что там Так сказать Голоса Нечестным образом Учитывались Значит Но тем не менее Даже при том Что 100 тысяч Голосов Не честно Учитывались Тем не менее Трамп Выиграл С 20 пунктов То есть 20 процентов Там 60 на 40 Он выиграл У Хиллари Клинтон А сейчас Все были Там еще Полгода тому назад Абсолютно уверены Что любой республиканец Особенно тот Про которого Трамп скажет Что-то сказать Это мой парень Там голосуйте Из-за него Ну приблизительно С таким же отрывом И выиграет Значит Ближе к выборам Стало По опросам Становиться понятно Что делать Не совсем Так хорошо И что приблизительно Одно и то же количество То есть Упал На 10 пунктов Упала Популярность Так сказать Вот как бы Республиканцев Может быть не Трампа А республиканцев И они сравнялись Стали приблизительно 50 на 50 А что уже Так сказать Очень нехороший сигнал Это означает Что люди Которые там живут Чем-то не удовлетворены Возможно Что они не удовлетворены Политикой Республиканской партии Но они Я думаю Понимают Что Сажая Демократа В Конгресс Они таким образом Задерживают Даже не партию А задерживают Трампа И тем не менее Они это сделали Значит Почему может быть Что-то такое Произошло Да Ну там Так сказать 2 процента Если не ошибаюсь Получил Представитель Либеральянской партии И там Республиканцы Говорят Если бы не он У нас был бы На 2 процента Больше Но Выигрывать надо Хоть 10 партий Хоть 20 Хоть 3 Так сказать Если ты не выигрываешь Ты не выигрываешь Значит Они не уговорили Там Так сказать Больше чем Демократы Людей Голосовать за них Точка А теперь Что возможно Произошло У демократов Так получилось Что Их представитель Был очень Фотогеничен Такой Очень симпатичный Молодой Так сказать Уверенный В себе Человек Но не нагло Уверенный А так Очень Уверенный В себе Который На самом деле Высказывал Практически Ту же Программу Что высказывают Обычные Республиканцы И даже Трамп То есть Он Как бы Вот такой Молодой Фотогеничный Красавец С Правильными Словами Которые Он То есть Не демократическая Сегодняшняя Партия Которая Полусциалистическая Если не вообще Социалистическая А именно Вот такая Вот То что Называли Когда-то Blue Dog То есть JFK Кеннеди Партия С очень Прагматичным Взглядом На вещи А с Республиканской Стороны Был значительно Менее Удачный Кандидат И Менее Фотогеничный Менее Харизматичный Так что Возможно Что это Сыграло Но Боюсь Что это Очень Нехороший Такой Колокольчик Звоночек Должен Сейчас Звучать В ушах У Республиканской Партии Потому что В Дистрикте В регионе В котором Трамп Победил С таким Отрывом И они Должны Войти Цветы Падают На них Сверху И они Выигрывают Легко Они Проиграли Вот это Я очень Надеюсь То что называется Будет Wake up Call И заставит Республиканцев Не думать Что все так Легко И лучезарно А они Начнут Более серьезно Готовиться К выборам 18 года Ориентироваться На правильных Кандидатов Ориентироваться На правильные Программы И Как бы Серьезно Вообще Они уже Должны были Видеть Что что-то Не в порядке С кандидатом Который Ездит По своему Штату И не может Набрать Одну пятую Часть Того Что параллельно Одновременно С ним Набирал Демократический Кандидат Уже Надо было Что-то Думать Ну Не знаю Не знаю Что произошло Может быть Это Просто Такой Бамп Что называется Случайно На дороге А может Быть Это Направление Движения И тогда Нужно Всем Очень Серьезно Думать По этому Поводу Да Вы Абсолютно Правильно Подметили Причины По которым Республиканцы Проиграли Надо еще Вспомнить Что Предыдущий Конгрессмен Который Так сказать Был Пролайф Сто процентов Очень Яно выступал Должен был Уйти С своего Поста Поскольку У него Была Любовница Которая Забеременела И Который Он Предлагал Сделать Аборт То есть Это Тоже В копилку Республиканцев На первое Хотя Я всегда Считаю Что Новый Кандидат В Даже Той же Самой Партии Который По другому Себя Как-то Ведет И прочее Он Не может Оказать Такого Серьезного Влияния Ну Пол Процента Ну Процент Ну Полтора Но Не Десять Процент Выборы Предстоят Очень Непростые Потому Что Для того Чтобы Получить Большинство Демократам Нужно 24 Места В Нижней Палате В 25 Округах В Которых На самом Деле Будут Избираться Демократы В Которых Будут Перевыборы Проходить Победила Хилари Клинтон Поэтому Перед Республиканцами Стоит Очень Сложная Задача Я не знаю Справятся Они с Ней Или Нет Мне Не Хотелось Бы Верить Что Они Проиграют Эти Промежуточные Выборы А Как Показывают Показывают Агрессивные А Республиканцы Сидят Ну вот Мы победили Вот Слава богу Трамп Снизил Налоги Все хорошо Спокойно И можно Сидеть На попе Ровно Демократы Более Активный Выбор Говорят Что Ненависть Значительно Лучший Толкатель Действий Чем Любовь Всегда Здравствуйте Вы знаете У меня Такой К вам Вопрос Не Кажется Ли Вам Что Демократы Поняв Что У них Нет Никаких Идей С которыми Они Могли Победить Взяли На вооружение В общем-то Все лозунги И Всю Эдженду Республиканцев Говорят Что Они Против Нэнси Пелоси Специально Чтобы Завоевать Места А потом Вести себя Как ведут себя Демократы То есть Это Политика Так сказать Дип стейт Любыми путями Влезть И захватить Власть А там Соответственно Вести себя Как Как Диктаторы Спасибо Большое Сережа Я думаю Что По-любому Любая политическая партия Стремится К власти Демократы Не исключение И в каждом Отдельном Конкретном Округе Они будут Вести себя Так Как Воспринимает Избиратель Если Скажем Это был Консервативный Округ В котором Там 20 лет Держали Республиканцы Место Поэтому И кандидат Соответственно Выступал С позиции Республиканских Он говорил То Как он Себя будет Вести В конгрессе Это Для меня Не является Загадкой Он будет Голосовать Точно так Как ему Прикажет Партия Потому что В противном Случа Он может Быть Досидит Один срок А может Быть Его и Сольют Если Он Не дай Бог Будет Вести Себя В конгрессе Так Как Он Вел Себя Во время Избирательной Компании Скажем В округе Где Нэнси Пелоси Баллотируется Или В округе Где Наш Баби Раш Или Дэнни Дэвис Баллотируется Они Не будут Выступать С позиции Республиканской Партии В каждом Отдельном Округе Каждый Из Кандидатов Будет Выступать С тех Позиций Которые Приемлемы Для их Избирателей Скажем В Леворадикальном Округе Никто Не позволит Себе Сказать Что он Защищает Вторую Поправку Конституции Или Там Выступает Против Абортов Или Еще Что Небудь Нет В каждом Отдельном Округе Они Будут Вести Себя Так Как Нравится Избирателям В данном Случае Лэм Вел Разумно Выступал С позицией Консерваторов Вот и все Вполне возможно Что он Собственно Так и думает Другое дело Что Сережа Ты прав Когда он Придет Уже В Конгресс И будет Внутри Этой упряжки То Может Какие-то Вещи Будут Решаться Делать Как хотите Голосуйте А какие-то Основные Основополагающие Вещи Партия Приказывает И все Становятся Вряд Очень редко Когда Кто-то Как бы Выходит Из этого Из партийного влияния И говорит Несмотря на то Что вы требуете И что вы считаете Что это Невероятно Важное Голосование Я буду Голосовать С врагом Ну не с врагом Накануне Выборов Следующих Он может Проголосовать Не по линии Партии Они просчитывают Количество голосов Необходимых Для того Чтобы Заблокировать Или принять Тот или иной закон Они дают В кавычках Говоря Вольную Тому или иному Конгрессмену Который Потом придет В свое Скажет Вы видите Я не голосовал С Нэнси Пелоси Это будет Какой нибудь Ничего не значащий Закон Или даже Значительный закон Но если его голос Не повлияет На исход На результат Он может Проголосовать Против Хотя мы точно знаем Что если его голос Будет решающим Он все равно Проголосует Со своей партией Вот это Для меня Так сказать Аксиома И может быть Еще раз Звонок Примем Пожалуйста Извините Пожалуйста Я бы хотела Продолжить Именно эту тему Потому что Смотрите Республиканцы Так себя не ведут У них есть принципы И они Как бы Алло И они Как бы Говорят То что Думают И то что Собираются Делать А демократы Сегодняшние Это вообще-то Говорят Типа Фашистов Типа Коммунистов Которые Обманывают То есть Они Целенаправленно Обманывают Народ Для того Чтобы захватить Власть Поэтому Когда говорят Что И те И другие Хотят захватить Власть Совершенно Разные Подходы Поэтому Это Очень опасная Тенденция По крайней мере Сейчас у нас в праймерис Поэтому Надо Как бы Независимо От того Что говорят Демократы Голосовать За республиканцев В любом случае Спасибо большое Спасибо Ну Не всегда Республика Можно я отвечу на это Да Дело в том Что это Очень приятный Красивый Но очень Идеалистический Подход К республиканской Партии Вообще В любой Партии Есть разные Люди Есть воры Из подонки В любой Партии Есть улгуны В любом Государстве Есть хорошие Плохие Люди И Так сказать В фашистской Германии Или в путинской России Да Есть куча Так сказать Хороших Нормальных Людей Поэтому Во-первых Нельзя говорить Что там Все демократы И прочее И прочее Есть люди Которые Убеждены Может они С нашей точки зрения Не понимают Последствий Своих Действий Но Они абсолютно Убеждены Что надо Помогать Надо делиться Мы тоже считаем Что надо Помогать Надо делиться Просто Они считают Что надо Заставить Других А мы считаем Что каждый Должен Решать Сам Но Я отвлекся Чуть-чуть Нет Конечно И в республиканской Партии Есть и люди И части Ее И тому подобное Которые Скажут все что угодно И маму родную Продадут За то Чтобы получить Там больше денег И свое место Другое дело Что у республиканской Партии На сегодняшний день Выше мораль Другое дело Что республиканская Партия Пытается меньше Лезть в душу В дела человека И республиканская Партия Старается Защищать Единственное Что приводит Народы Нации Страны В состояние И мира И нормальной жизни И хорошего Так сказать Уровня жизни И прочее И прочее Это называется Одним словом Капитализм Или двумя словами Свободный рынок Вот Поэтому мы С республиканцами Ну и Как я уже сказал Мораль с моей точки зрения Значительно выше У республиканцев Потому что они Не пытаются Отнять у людей То что они Нажили тяжелым трудом И Ведут себя В общем Значительно лучше Но нет Это не идеальная Организация Там не ангелы Состоят в ней Вы абсолютно правы И ярким примером Тому может послужить Прошлые выборы В конгресс Наш 10-й Избирательный округ Когда Баб Долд Хорошо вам Знакомый Всем радиослушателям Который был не раз У нас в студии Попытался сыграть На поле демократов Так сказать Выступить в поддержку Поднятия Минимальной Заработной платы До 15% Я сказал Что на двух стульях Одной попой Не усидишь От тебя Отвернутся Республиканцы Демократы За тебя Никогда Голосовать Не будут Что собственно И произошло Попытался Так сказать Схитрить Немножко Обмануть себя Обмануть свои принципы Обмануть партийные принципы И вот результат Баб Долд Проиграл выборы Мы имеем Шнайдера Который Никто Никак Вообще Единственное О чем он громко Заявляет О том Что он борется С оружием Он борется С оружием Давайте мы Сделаем перерыв После перерыва Вернемся Обязательно Продолжим Возвращаемся К беседе С Леном Эйнштейном Телефон Студии 847-400-5200 А теперь Если можно О Германии О ее Так сказать Попытке Как-то Дистанцироваться От зависимости От энергетической Зависимости От России Или примем Звонок сначала Да Конечно Добрый день Пожалуйста В эфире Я вас Последний раз Сегодня беспокою Дело в том Что все дело В относительности Поэтому Если взять Демократическую партию Я не вижу Там среди Эстеблишмента Ни одного Порядочного Человека Они всех Выдавили Если вы Сможете Привести Мне сейчас Пример Хотя бы Трех-пяти То я была бы Рада услышать Что там есть Еще более-менее Приличные люди А среди А среди Республиканцев Наоборот Большинство Именно стоят На принципах Наших отцов-основателей Конечно Тоже там бывают Такие как Долб Которые Собственно Один раз Один срок Пробыл И еще раз Выбрав Один срок Тоже Пробыл И все То есть Все-таки Среди Несопоставимо Относительное Большинство Республиканцев Это люди Которые Придерживаются Принцев Отцов-основателей А демократическая Партия Это полуфашистская Полу марксистская Не поймешь что Понятно То есть Смысл сказанного Сводится к тому Что демократы Действительно Выдавили Вот о чем Вы говорили Так сказать Blue dogs То есть Там не осталось Центристов Не осталось Людей Которые могут Идти на компромисс Это крайне левые И Кроме того Что там сейчас Крайне левая Крайне левая Эстеблишмент Там есть еще Крайне лево Левее Крыло Демократической Партии Которые уже С левой позиции Атакуют Левый Эстеблишмент То есть Они движутся Совсем В каком-то Направлении Это наверное Правда Давайте попробуем Принять еще Звонок Не получилось 847-400-5200 Если успеете Дозвониться Ответим на ваш вопрос Если нет Тогда После вот Этой темы По поводу Германии Да Значит Вот Рынок энергетики В мире Вообще И в частности В Германии Американские Газовые компании Готовы Бесплатно Построить В Европе Плавучие Терминалы По приему Американского Жиженного газа Ради того Чтобы европейцы Слушайте сюда Отказались От контрактов С Газпромом Вот Это является Политикой президента О чем Недавно Заявил Специальный Посланник США По энерговопросам Амос Хакштейн Наверное Демократическая Партия США И это назовет Действия Трампа По приказу Кремля Вот Ну а теперь К Германии Значит Меркель Подписала Представленный Ей План Развития Энергосистем Германии Сейчас На сегодняшний день В Германии Ветер Солнце Реки Дают Приблизительно 33% Энергии Необходимой Немцам В ближайшие 12 лет Доля Этих Чистых Экологических Энергопроизводителей В Германии Достигнет 66% И в процессе Германии Откажется От русского Угля Во-первых Первым делом Ближайшие Уже Два года А российский Газ Будет Замененен На жидкий Газ Из других Источников Возможно Из США Как Ранее Польша Прибалтика Германия Начинает Создавать Инфраструктуры Для газообеспечения Жидким Газом Всех Отраслей Страны И планирует Построить Гигантский Порт На Северном Море Для приема Жидкого Газа Вот Собственно Американцы Американское Правительство Являет Представителем Американской Газовой Компании И пытается Что называется Сюда Влезь Сказать Ребята Мы вложим Все в это дело Мы построим Все что нужно Ради того Чтобы вы Перешли На наш газ Вот А о развитии Сотрудничества С Россией И о постройке Трубопровода Северный поток Два Речи В немецком плане Нет Вообще Вот Похоже Путин И его шайка Выдает Россию До самого конца А после Ни хоть Потоп Как говорил Один из Французских Королей А после Путинская Россия Останется Грязной Вшивой Нищей Необразованной Страной Которую Будет Ненавидеть И презирать Весь мир Российские Надежды Связаны С Азией Естественно Но проблема В том Что туда Устремились Американцы Тоже Предлагая Свой Сжиженный Газ И не Прикрепляя К нему Никаких Политических Требований То есть Методика Трампа Это только Бизнес И это Приносит Америке Политические Дивиденды В Америку Трампа Америку Трампа Не боятся С точки Звения Захвата Там Давления Требований Каких-то Там Но одновременно Понимают Что Все Что Америка Требует Это Честного Ведения Бизнеса Если ты Ведешь себя Нечестно Делаешь Какие-то Подлости И тому Подобное То мало Мало Не покажется И Трамп Как бы Показывает Каждый День Это Что Если Ты с нами Нормально И мы Нормально А если Ты с нами Ненормально Вот тогда Мы не будем Долго задумываться И получишь Затрещину И мне Собственно Нравится Такая Политика Политика Отличающаяся От политики Практически Всех Предыдущих Президентов Которые Пристегивали К американской Помощи Или Каким-то Американским Вкладом Или Американскому Чего-то Еще Пристегивали Политические Требования Не высказаны Были Очень вслух Но они Говорились За закрытыми Дверьми И все Понимали Что Если Ты с нами Или ты не с нами Тогда ты против нас А с нами Мы даем тебе И делаем Все что мы Даем и делаем С Трампом Как бы Мы просто Торгуем с вами Ребята И давайте Вести себя честно И это Как-то Намного Более правильно С моей точки зрения 847-4005-200 Телефон нашей студии Если будут вопросы Пожалуйста Звоните А пока Давайте поговорим О том Что произошло В Лондоне И каковы Возможные Последствия Реакция Во-первых Мирового сообщества Реакция США Других стран И каковы Могут быть Последствия Ну Давайте Для тех Может быть Немного Таких Я думаю Уже есть Но тем не менее Слушатели Которые Не знают Вообще Ничего О том Что произошло В Лондоне Во-первых Значит В Лондоне Прошло Два 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 Покушения На убийство Это Скрипаль Такой Который Работал В Комитете Государственной Безопасности В Советском Союзе Потом В России Который В течение Десяти Последних Лет Ну это Было Минус Двадцать Лет Давал Был Двойным Агентом Британской Разведки Его поймали Судили Посадили А потом Обменяли С Великой Бритарией Потому что Они поймали Практически Такого же Человека На своей стороне Был произведен Обмен Где-то Десять лет Тому назад Вот к нему Приехала Из Москвы Навестить его Дочь Которая Судя Потому что Сейчас уже Рассказывают Ей Либо на границе Перед тем Как она Выехала Где-то Либо сумочку Либо Какой-то другой Предмет Который она Все время Носила С собой Его Вымочили В том Что называется Газ Новичок Это страшный Яд Который Медленно Испаряется И его Практически Невозможно Засечь И Человек Все люди Которые находятся В ближайшем Окружении С Этим Ядом Они Погибают Причем Погибают В муках Так вот Значит Девушка Ну Женщина Уже Молодая Приехала В Лондон К отцу Они там Встретились Побыли у него В квартире Потом Пошли В какой-то Ресторан Пошли В какой-то Бар И Вышли На улицу И их Нашли Практически В полуметром Мертвом Состоянии На скамейке В ближайшем Скверике Они уже Были в коме Ничего не отвечали Значит Гримасы Боли Оба их На лице Они сейчас В больнице Мы не знаем На самом деле Ничего по этому поводу Не сообщается Выжили они Или нет Но Уже известно От человека Который создавал Это вещество Такой Вил Мирзоянов Он живет сейчас В Нью-Джерси Ему там 82 или 84 года Я не помню точно И он сказал Что выжить Невозможно Он был руководителем Лаборатории Которая занималась Отсеками Отравляющими Ядами Веществами И того подобное То есть Он говорит Даже если они выживут То это на всю жизнь С мозгом С телом Боли Удары по мозгу И тому подобное Вот одновременно По-моему За день до этого Или через день После этого В Лондоне В своей квартире Нашли Еще одного Бывшего Российского человека Тоже связанного С Соберезовским До того Который Утверждал Что не может быть Чтобы он покончил Жизнь самоубийством Даже нашел Какие-то материалы Нашли его мертвым И похоже Удушенным Там И вот С 2006 Года После того Как в России Примерно Замечательный В кавычках Закон Который звучит Примерно Следующим образом Значит Россия Дает право Своим сынам Представителям То есть КГБ ФСБ Сейчас называется Наказывать И убивать Предателей Врагов Родины Где бы они Не были На территории Какого бы государства Они не были Вот закон Был Так сказать Прекрасный закон Да конечно Полностью против Всего того Что Россия Подписала Как член Международных Соглашений Общества И тому подобное Значит Сразу же После подписания Закона Был вылет Двух убийц В Лондон Где Был убит Ой Сережа Вылетел У меня на секунду Из головы Этот самый Лу Литвиненко Да Литвиненко Луговой убил Вот Убит Литвиненко Значит Россия Увидела Что Как бы Англия Практически Ничего Не сделала По этому поводу Просто Немножко Покричали Там Побопили И Решила Что Теперь они Будут летать В Лондон И вообще В Англию Когда они Хотят И делать Что хотят Значит После Литвиненко Было еще 14 Убийств Ряда Российских Бывших Российских Граждан И ряда Англичан Там Скажем Двух юристов Березовского Там Четырех Человек Которые Занимались Бизнесом С Россией В России И тому подобное Тоже Каким-то образом Березовского Убежье Отношения Значит Друг Березовского Бадри Патрикашвили По-моему Если не ошибаюсь Да Патрикашвили Его Фамилия Была У тех Их убивали Американская Разведка Все время Докладывала Что это Убийство А англичане Лондонская Полиция Там И аналоги ФБА Утверждали Что все Это Натурал Circumstances То есть Это От Естественных Причин Они умерли И Значит Единственной Причиной Почему Они Это Говорили Считают Американцы Считает Руководитель Русского Отдела ФБР Это Что Они Не хотели Раскачивать Лодку С Россией Потому что Невероятное Количество Миллиардов Долларов Вложено Как в экономику Так и в недвижимость Так и просто В банки Англии Значит Которые привезли С собой Как Просто от Путина И его люди Так и миллиардеры То что называется Олигархи В России Так вот Значит Боясь Потерять эти деньги Боясь конфликтов Боясь того Они позволили Русским Устраивать Просто Охоту На тех людей Которые Что-то там Такое Не нравились Им чем-то И вот Было это все В эпоху До Терезы Мэй И до Трампа И вот Значит Тереза Мэй Впервые получила Такую же точную историю Как уже много раз Как я уже сказала 14 раз происходили На территории 2006 года Мы только знаем О 14 Сколько мы не знаем Вот Значит И Тереза Мэй Сказала Стоп Все Чем больше Мы позволяем Русским здесь Озорничать Не поймите Я неправильно Это Это Я не пытаюсь Шутить По этому поводу Да Вот Тем дальше Это все будет Заходить И Она сказала Стоп Больше такого Происходить Не будет Ее поддержала Меркель Значит Ее поддержала Франция И поддержал Трамп Который Позавчера Сказал Похоже Что это русские Он поговорил С Терезой Мэй Похоже Что это русские Я хочу посмотреть На все доказательства Они их завтра Привезут Если это Действительно русские То мы будем Вместе думать Каким образом На это отвечать Мэй Заявила Что Это первая Газовая Атака На территории Европы И что Это нападение На страны НАТО Значит Руководитель НАТО Уже заявил Что Он совершенно Поддерживает Это заявление И считает Что это Нападение На НАТО Это газовая Атака В центре Лондона И действительно Полицейский Который Первый Обнаружил Два Двух Человек На скамейке Он тоже В больнице Вот только Сегодня Вышел Из комы Еще неизвестно У него мозг Поврежден Или нет А еще 26 человек Попали В больницы Потому что Тем или иным Способом Этот газ Попал К ним Тоже А кроме Того Сейчас Там Около 40 кордонов Вокруг Этого Местного Райончика Которая называется Солсбери В Лондоне Эти 40 кордонов Не дают людям Выйти Оттуда И другим людям Войти И занимаются Лихорадочной Чисткой От этого Газа Опять же Вилл Мерзаянов Говорит Что этот газ Может держаться Несколько лет И давать Кошмарные результаты Потому что Буквально Одна миллионная Миллиграмма Попадает в легкие И тебе Что называется Конец Вот такие События происходят Русские Естественно Российские Не русские Лавров Песков И тому подобное Заявляют Что это чушь Что им не прислали Образец газа Что это навет Что это вообще Кто-то сделал Кто хочет Чтобы Россию Ненавидели Но знаете Когда вы совершаете 14 в общем Доказанных убийств На территории Лондона А потом совершаете Еще 3 покушения Из которых Одно точно убийство А два могут превратиться В эти убийства То скорее всего Это сделали Вы И даже если Там 0-0-0-1 Процент того Что это может быть Не вы Хотя тот же Берзаянов Говорит о том Что этого не может Быть не они Потому что Это настолько Токсичный яд Что его выпускать Из рук Никто не даст Его передадут Только хорошо Тренированному сотруднику Который либо При отлете От этой дочки В Лондон Либо там Где-то раньше Нанес его Куда-то Англичане считают Что в сумочку Они засунули То есть Наверное Во время осмотра Этой сумочки На таможне В России При выезде Бог его знает Но в любом случае Это Это может быть Наконец-то Такой Так сказать Звонок В Европе Громкий О том Что ребята Хватит Терпеть Это невозможно И надо чем-то Заниматься Что-то Это делать Одна сторона Ничего с Россией Сделать не может А объединившись НАТО Соединенные Штаты Америки Германия Франция Англия Могут И по-моему Пора Ну вот Теперь у вас Есть возможность Позвонить в эфир Еще есть Несколько минут 847-400-5200 Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Я в эфире Да 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 Говорите Понимаете Они могут получить Объединившись вместе Могут получить Новую ядерную войну Это все Что они могут получить От России И дело в том Вы так говорите Как будто Это все доказано Все эти убийства И все Оно и не доказано Это раз Во-вторых Когда в Казахстане Утилизировали лабораторию С этим газом Утилизировал кто? Соединенные Штаты Америки Их армия И разведка В свое время Так что образцы Этого газа Они могут иметь И это было Это спланировано Ну перед выборами Путина Не учитывая то Что ему нет конкурентов Это раз Если бы это было Продилом президента Америки Когда Трамп избирался Вы знаете что Давайте прям прямым текстом Говори Давайте Жиды виноваты Да причем нет жиды При чем? Ну как при чем? При том Что вы сейчас говорите Абсолютно ведете И вообще все это Все это Израиль сделал Кошмарная Ужасная страна такая Которая пытается Как и Грузия Напасть на Великую Мирную Российскую империю И вы Британская разведка Вполне возможно И вы И кстати Вы совершенно правы Это Украина Напала на Россию А в Донбассе Их там нет В Донбассе И в Сирии Их там нет И вообще Все очень хорошо И никого Путин Не убивал Потому что Путин Единственный Порядочный человек На планете Я с вами Совершенно согласен Спасибо большое Я об этом не говорю Но обвинять Россию Вы говорите Вы говорите Именно об этом Вам нравится Путин Нравится Что он раздевается До пояса Нравится Что он там Ездит на лошадях Ловит рыбу Купает Это самое Вам совершенно Наплевать На то Что происходит В России Какой подонок Сидит во главе России Вам нравится Что он фашист Вам все это нравится Вы смотрите Первый канал Телевидение Наверное Не понимаете По английски Поэтому не читайте Английских газет Американских Наверное Не слушайте Нормальное телевидение Я абсолютно понимаю Что вы говорите Я знаю пару таких Человек У нас в Лос-Анджелесе Которые сидят Целыми днями Они не устроились По-настоящему здесь Они ненавидят Эту страну Потому что они считают Что они потеряли Здесь все И они считают Что вот нам бы Такого президента Как Путин Все было бы Очень хорошо здесь Всех зажать Всех это самое Раздеться до пояса И ездить на лошади А еще на Орле Можно летать Тоже хорошо Вот Так что Я поздравляю вас Вы совершенно правы Вам нужно жить В стране В которой Такой хороший президент Которого зовут Владимир Владимирович А не В такой плохой стране Америка Я не знаю У нас Хватит ли времени Для того Чтобы принять Нет Скорее всего Уже не хватит Даже если вопрос Прозвучит Ответить вы не сможете Давайте попробуем Нет уже все Нас оборвут на полусловия Мне бы этого не хотелось Спасибо огромное И до встречи В следующий раз До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok